Если ты словил паническую атаку через монитор, представь, что случилось бы с тобой внутри такой расщелины вживую. Как раз чтобы не рисковать людьми, для изучения ледников используют дроны, как например этот в швейцарских Альпах или этот в Гренландии. Смотрим не просто на морскую прогулку, а на официальный рекорд. Ребята прошли на однокорпусной яхте 1074 км за сутки при скорости ветра более 15 км в час. Это вулкан Фуэга в Гватемале, один из самых активных в мире и он кажется нас заметил. Но на этот раз все обошлось предупредительным выстрелом. Это лавовое озеро вулкана Эртали в Эфиопии и даже дрон не рискует приближаться к нему вплотную, чего конечно не скажешь о бесстрашных туристах. Зацени, прилив рыбьи чешуя на реке Центан выглядит, будто армия аквамена переходит в наступление на суше. Когда вспоминаешь про его вес в 30 тонн, этот прыжок становится еще эпичнее. Коротко об интенсивности осадков на сегодня. Правила в этой игре простык, кто первый разожмет пальцы, тот и проиграл. Больше похоже на фильм про природный апокалипсис, чем на настоящие кадры. Однако вот такое облако реально накрыло один городок в Бразилии, совсем недавно. Если оно вдруг кажется тебе безобидным, взгляни на это торнадо в Техасе. Ну а вообще для северных оленей это не способ подчинить твое сознание, а механизм защиты от хищников. В центре такого круга стадо прячет самых слабых и беззащитных сородичей, и прорваться к нему у хищника практически нет шансов. Пополняем твой список райских местечек на земле. В Джеймстауне, на острове Святой Елены, меньше тысячи жителей. При этом у города богатейшая история, а виды здесь просто фантастические. А сейчас погружаемся прямиком в адронный коллайдер. К сожалению разгонять до колосветных скоростей нас не будут. Просто посмотрим, как выглядит изнутри, одно из самых невероятных устройств на планете. Перед тобой Тесла Мегапак, резервное хранилище энергии, работающие на основе солнечных панелей, и обеспечивающие теплом и светом тысячи домов в округе. Подобные системы активно устанавливаются компаниями по всему миру. Все-таки ребята из SpaceX творят чудеса. Сложно поверить, что это не обратная перемотка и что расчеты могут быть настолько точны. Это судно дежурило в Атлантическом океане, чтобы поймать падающий из космоса обтекатель ракеты. Немного освежающих кадров с дрона из штата Монтана. Работы у дорожных служб тут всегда хоть отбавляй. Вряд ли даже такой красивый пейзаж и милая радуга помогут комфортно чувствовать себя на этой лестнице. Просто поблагодарим мысленно ребят за их отважный труд. Это озеро Чебаркуль, и мы здесь не просто полюбоваться зимним пейзажем. В 2013-м в водоем попали крупные осколки метеорита, который упал в Челябинской области. В том же году со дна Чебаркуля достали куски космического тела общей массы 654 килограмма, а мощность взрыва во время входа метеорита в атмосферу. По оценкам НАСА, в 20 раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Еще один водоем с сюрпризом, о котором вряд ли бы стало известно, если бы он заботливо не обнажил дно. Этот мегалитический памятник еще называют испанским Стоунхенджем. Высота некоторых камней здесь достигает 180 сантиметров, а возраст примерно 6-7 тысяч лет. Когда в следующий раз решишь, что к тебе слишком долго едет скорая из-за твоих 37-2 на градуснике, вспомни историю 23-летнего туриста, который просидел двое суток в расщелине горы без воды и пищи, потому что к нему практически невозможно было подобраться спасателем. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.